Недавно встречался с вашими земляками, вы знаете, проезжал руководитель вашего региона, много чего рассказывал, много говорили, о вас много говорили. Дело в том, что мы там открываем некоторые совместные производства, в том числе и по оборонке и так далее. Я заметил, что земляки готовы сотрудничать с Беларусью. Это хорошо. Я все планирую, планирую побывать там. Владимир Владимирович мне много чего рассказывал. Все время меня агитирует побывать. Он любит ваши края и рассказывает очень часто о своих поездках. Поэтому мне все-таки хочется там побывать, посмотреть эти красоты и уникальность природы. Ну и заодно махнуть по предложению президента России на Дальний Восток, потому что там очень много, говорят, интересного. Для меня Камчатка, Сахалин – это вообще сказочные места. Я не представляю, что это за земля, как космос. Поэтому уже, наверное, лет пять он мне предлагает туда слетать. Но я все-таки выберу время. Побывать хочу там, на этих хороших, добрых территориях, не чуждых нам. Мы проводим учения. Мы с вами в том числе договаривались о том, что мы выберем время для приведения этих учений, чтобы и народному хозяйству, сельскому хозяйству не мешать. И проведем крупное учение на юге Беларуси. С президентом дважды обсуждали эту тему. Все время совершенствовали замыслы. Спасибо, что вы организовали эти учения. Нам совсем немного осталось времени по передислокации войск из Российской Федерации. У нас тут проблем абсолютно нет. Все, что спланировано с нашей стороны, фактически реализовано. Я думаю, что где-то с 10 числа мы и начнем активную фазу этих мероприятий. Чтобы тут гвалтом не кричали, ясно, что после вашего приезда в Беларусь еще больше начнется вытья там. Но это их проблемы. Я хочу сказать, какую мы основную цель преследуем на этих учениях. Но все заметили, что мы немало техники передислоцируем с Россией в Беларусь, в том числе и современной. Как мы и договаривались и с вами, и с президентом России, для нас очень важно, чтобы наши военные люди не просто увидели эту технику на картинке, но и, что называется, по школе. Чтобы вместе со своими россиянами, с братьями своими подучились пользоваться этой техникой. Для нас это очень важно, потому что практически вся техника, которая будет здесь, мы планируем закупать у вас в этом, следующем году и так далее. Это для нас очень важно. И не только для нас, это для нашего союзного государства критически важно сегодня, в связи с тем, как себя ведут и НАТО, и Украина, которая стремится туда и так далее. Поэтому мы хотим научиться. Во-вторых, мы ведь развиваем здесь центры обучения. Это моя была просьба к вам, чтобы мы создали здесь центры по новейшему оружию. Спасибо, вы откликнулись на это, и мы фактически два уже центра имеем, или три? Три центра, два на территории Российской Федерации, один центр у нас. Да, три центра. Три центра. Мы готовы создавать еще центры для того, чтобы освоить и системы противовоздушной обороны, и новейшие образцы вооружений, которые сегодня создаются на территории, России. Нам, опять же, критически важно их освоить и уметь пользоваться. Ну и вторая наша цель, я ее не скрываю. Сегодня у нас, к сожалению, открывается Южный фронт, Южное направление. От этого никуда не денешься. Мы вынуждены укреплять границу с Украиной. Поэтому вот эти учения, и ваша помощь здесь важна, ваших военных специалистов, помогут нам определить самые болевые точки на этом направлении для того, чтобы без лишних затрат создать вот эту оборону на южных наших рубежах. А это также важно и для Российской Федерации. Поэтому разговоры там о войне, не войне и так далее полезут, получат. Вот и вся война. Я об этом недавно говорил. Нам чужого не надо. Дай Бог свое освоить. От Бреста до Владивостока дай Бог освоить. Ну и особую вам благодарность за поддержку военно-космическими силами. Все-таки это так охлаждающе действует на головы некоторых наших так называемых соседей, которые пытаются бежать сегодня впереди паровоза. Ну, это их право. Но ситуацию напрягают, толкают нас к ответу. Уже несколько было провокаций, на которые мы могли ответить вооруженно. Понимают, что если мы ответим, то Россия следом в это тянется. Мы пока терпим. Но провоцируют постоянно. Поэтому вам большое спасибо, что вы всегда поддерживаете, откликаетесь на наши запросы. Мы в долгу не останемся. Спасибо, Александр Григорьевич. Спасибо. И особенно, Сергей Кожугетович, за Казахстан. Это было... Пройдет время, в учебнике запишут. Это была блестящая операция. Спасибо, Александр Григорьевич. Нашли время встретиться. Мы сегодня проведем такую большую инспекцию того, что на этом этапе подготовки к учениям сделано. Что предстоит сделать. Но вы совершенно справедливо отметили, что первый этап, который заключался в переброске почти на 10 тысяч километров больших группировок войск с техникой, он идет к завершению. И, конечно, белорусское министерство обороны, верховный главнокомандующий, давший все команды на разворачивание большой сети для приема такой группировки, вообще она беспрецедентная. Но все организовано таким образом, что сегодня есть даже резервы. То есть, вот, не просто блестяще все организовано, есть еще возможность по дополнительному приему техники. Вы совершенно правильно отметили, что январь месяц заставил нас начать все эти учения, проверки и совместную работу гораздо раньше. И это был Казахстан. И, конечно, благодаря той оперативной работе наших президентов, вас и Владимира Владимировича, и ваших коллег по ОДКБ, конечно, эту операцию удалось провести в самые короткие, сжатые сроки. И, как сегодня уже показывает жизнь, очень своевременно. То, что касается наших учений, у нас впереди по этому году больше 20 мероприятий. И если на этих учениях мы с Востока перебрасывали войска сюда, к западным границам Содружества, то учения Восток-2022, они будут на Востоке. И по вашему решению, Министерство обороны, вооруженные силы Беларуси будут участвовать в этих учениях. Большая группировка. Теперь им предстоит на 10 тысяч километров перебраться туда. Учебные центры. Идея, которая была озвучена вами и поддержана нашим президентом, мы ее реализовали. Здесь акцентирую внимание, потому что основная идея была, чтобы это был совместный центр. Чтобы вместе летали, вместе охраняли рубежи, вместе охраняли воздушное пространство. И, собственно, вместе вот та система противовоздушной обороны, которая создана в рамках Содружества, чтобы она могла отрабатывать ежедневно фактически свои навыки и показывать свою эффективность. Продолжение следует...